На формирование плодородного слоя почвы, который для наших зональных типов почвы составляет всего 25-30 см, требуется тысячелетие, а смывается он при нынешних темпах эрозии всего за 50 лет. Чтобы вовремя предотвратить эрозионные процессы, ученые Институты экологии и природопользования совместно с научно-исследовательской лабораторией Космоэкологии Института физики Казанского федерального университета проводят исследования на сельскохозяйственных землях Европейской части России. Это необходимо для того, чтобы на конкретном поле определить, сколько теряется почвы, а в последующем уже предполагать или не предполагать какие-то меры по защите почвы от эрозионных процессов. Количество плодородной земли, которую теряет пашня, ученые определяют, используя метод наземного лазерного сканирования участков пашни. Данные, полученные сканером, а также данные о количестве выпавших осадков, свойствах и типе почвы, экологи вносят в разработанную ими математическую модель. Методика позволяет создать цифровые 3D-модели любого исследуемого объекта. То есть, когда мы получаем оценку, говорим, что теряется, например, там, скажем, 1-2 тонны с гектара, тогда на этом поле, собственно говоря, можно не проводить противоразионные мероприятия, можно сажать что угодно, и опасности для почвы нет. Если, например, мы путем замеров определили, что теряется там где-то 5-10 тонн с гектара, то можно, допустим, на этих участках поля предположить или, скажем, агрономам посоветовать сажать другие культуры. Сейчас идет работа над созданием карты эрозии почв в европейской части России. Как говорят ученые, это позволит повысить эффективность производства в сельском хозяйстве. Арина Михайлова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.